Всем привет, с вами Алиска на Береглаб. Работаем с картами Сморжиногов с погод на ближайшие дни и делаем выводы о катаклизмах. Начинаем мы с температуры и смотрим Пресельский залив. Ну, доход держится 25, но вот хотя в Саудовской Аравии, в мире арт всего лишь плюс 20. И чуть севернее, здесь немножко прохладнее. Вот в Алеппе это плюс 12, в Ширазе плюс 9, из Фахани всего лишь плюс 8. Ну, зато здесь видно отлично, вот как идет таким немножко изогнутым путем Фен через Каспийское море, сюда в Южную Россию, в Восточную Украину. И также вот мы видим путь основной здесь, который проходит вот от побережья Туниса, Ливии, через Грецию, Турцию, идет в сторону Крыма, Краснодарского края. И затем делает, кстати, вот такую полосу раздела, прям вот очень интересную. Западнее очень холодно, ну, не совсем холодно, конечно, Минске минус 5, вот здесь минусовые температуры, а чуть восточные здесь плюсовые температуры, включая Москву, плюс 3. И центр циклона, сам, который все это вытягивает, сейчас находится прямо над восточной Латвией. Вот такое вот интересное расположение наблюдается. В итоге, к чему все это приводит, каким эффектом, к тому, что все выходные наблюдались интересные процессы в Восточной Европе. Прежде всего, это большие снегопады, крупные, да, вот, допустим, Игорь Фролов пишет, количество осадков в декабре в Московском регионе на утро 12 декабря. В Можайске за сутки произошло 27 миллиметров осадков и 39 миллиметров за 48 часов, то есть, довольно-таки интенсивные осадки. Ну, вот, чуть севернее, в Санкт-Петербурге, сейчас мы видим минус 9, севернее, тут циклона. Вот, Егор пишет, Ленинградская область снегу выпала еще под 150 миллиметров за сутки пушистика. Ветра нет, и снег идет периодически с различной степенью интенсивности. Вчера даже видел луну и звезды в окно междооблачности. Еще немного уже хочу ясной погоды днем, солнышком, и минус 4,6 днем, минус 7,8 ночи, ветерок слабый, без лякоти. Да, вот это вот оптимальная температура, я с вами согласен, для зимы вот это самое, оно, самая такая вот комфорт, как говорится, температура комфорта. Вот, Смоленск опять засыпает снегом, пишет Сергей Путин, но где-то неудивительно, потому что Смоленск находится недалеко от центра циклона. Светлана Светикова пишет, действительно, выдувает, теплеет, завтра дождь обещает, в общем-то, все как обычного, доброго, спасибо вам большое. Да, у вас плюсовые температуры, конечно, но вот что самое интересное, вот это прям как свечка, да, такая получается, Кривой Рог плюс 9, Харьков плюс 6, вот такие Брянск, вот направление. Потому что чуть восточнее, в Поволжье, мы видим, что уже меняется ситуация, здесь все-таки минусы, здесь больше ледяных дождей, здесь больше снегопадов. Ну вот, из Башкирии нам пишет, посланница небес, Башкирия потеплела, но это относительно, потому что с ветром, кажется, наоборот, стало холоднее, ну да, когда такая влажность, то ощущения, конечно, такие двоякие. Вот, Кира Ефремова пишет, это вина англосаксов, все мало, все народы поработили. Вы знаете, откуда к вам пришла вот эта информация, вот этот вопрос, да, где вы подчеркнули эту информацию, задайте себе вопрос, разговаривали ли вы непосредственно с представителями этих народов, вот, прежде всего. Если вы разговаривали и вы ощущаете, что там больше половины из них действительно придерживаются такого мнения, ну, тогда, может быть, стоит сформулировать такую мысль. Если же у вас не было таких разговоров, либо разговор был только с одним, допустим, или с двумя представителями этого народа, какие выводы можно делать? Ну, вот так вот. Так, вот Анна Равен пишет, как интересно было узнать, что средиземная моля разделится пополам. Хотя Матвей говорит, не факт, не факт, на такие процессы никто гарантии не дает. Ну, как говорится, оставляем тоже на личное мировоззрение, да, и анализ совокупности фактов. А мы переходим теперь к Западной Африке. Здесь мы видим, кстати, тоже довольно-таки тепло, в районе 20-22 градусов. Почему? Потому что здесь вот идет такой вот поток, опять же, с экватора, связанного с циклоном, который находится вот здесь вот в центре Атлантики. И получается, сюда вот заносится теплый воздух, но далеко на север он не доходит. Мы видим, что в Ирландии, в Великобритании у нас тоже температура около нуля, а в Лондоне выпал снег. Выпал снег и довольно-таки большое количество снега. Также снегопады были в Западной Европе практически все выходные. Ну, вчера вот после снегопада, ну, как циклон прошел, за ним прям такой резкий холодок. Раз, в Альпах минус 20. Ну, я сделал хитрость. Я чем занимался? Вот мне, кстати, Алексей Покровский желал хороших выходных. Алекс, спасибо. Приятных и хороших выходных. Благодарю вас, Алексей, да. Они состоялись. Я пробежал 65 километров по снегу, по морозцу. Ну, как всегда, в такой легкой форме. Там футболочка и трусики спортивные. Ну, и вообще бы заняло это у меня 9 часов 9 минут. Вот это путешествие. Забегал на одну гору, залезал там на вышку. Это, конечно, ощущение специфическое, там, когда вот снежный шторм. И залезаешь над горой, когда она особенно немножко отстает от остальных гор. Там такое ветрище. И, знаете, вот эта изморось, там, сантиметров 10-15, вот эта изморось везде висит. Все столбы, деревья в этой изморосе. Такое прям ощущение, как будто где-то в Сибири. Ну, и ветер делает свое дело так. Хорошо, хорошо прошли выходные. Ну, вот сейчас мы видим, что мы находимся во власти морозов. Вот то, что показывают здесь, это сейчас неправда. Потому что за окном у меня сейчас полдень и минус 6 градусов. Пол первого сейчас, без 20 час. И минус 6 градусов. Ночью было минус 8, минус 9. Вот такие вот температуры. А в горах, соответственно, там минус 20. Но находятся люди, которые говорят, что это сейчас все равно теплее, чем обычно. Конечно, что когда-то там в 2014 году они где-то там гуляли, и в какой-то там шарфах были одеты, и все равно замерзли. И поэтому они считают, что сейчас все равно происходит потепление. Но со стороны Балтики, кстати, интересный процесс. Вот видно, что Финляндия немножко так тоже подморозилась. А здесь над Балтикой раз, видите, воздух прогревается. И вот как раз Северная Польша получает тепло. Видно, в Кракове минус 2, а в Гданьске плюс 2. Вот такой вот эффект тоже, обратите внимание. Интересно. Ну ладно, идем дальше. Уже ближе к... Давайте посмотрим Архангельск. Минус 18 градусов. Мирный минус 20. Ну то есть в районе минус 20. Такая настоящая зима. Ух-то! Минус 30. На Южном Урале интересно, что здесь сейчас потепление связано с выносом вот этого теплого воздуха. Смотрите, в Челябинске минус 3 всего. Екатеринбург минус 6. Умень минус 5. Курган минус 4. А чуть севернее вот здесь вот антициклон находится. И здесь уже за минус 20 температура почти под минус 30. В Иркуте минус 32. Ну вот еще один циклон сейчас находится в Западной Сибири, который как раз способствует тоже здесь росту температуры. Омск минус 7. Северный Казахстан тоже минус 7, минус 8. А вот на Балхаши минус 16. Да, там есть разница. Астана минус 14. Вот Казаларда минус 9. Бишкек минус 5. Ош плюс 1. Ташкент минус 5. Ну то есть довольно-таки холодно. Ташамбе плюс 1. И только вот в Туркменистане Ашхабад погрелся до плюс 5. Туркменабад плюс 1. Потому что в Нукусе мы видим минус 5. То есть практически большая часть Узбекистана находится в зоне морозов. Не меняется ситуация практически над Алтаем. Мы видим здесь над Кызылом как просто приклеенный вот этот антициклон. Никуда он не двигается и не собирается пока. Не знаю, может вот этот циклон как-то его столкнет, продвинет. Но пока такого мы не наблюдаем. Лес Сибирск минус 35. Таруханск минус 33. Красноярск минус 24. Но все-таки чувствуется, да, влияние циклона такое небольшое. Иркутск минус 21. Сейчас днем. И об этом пишет как раз Матвей, который проживает в городе Иркутске. Сообщает нам, что сегодня минус 20. Очень ветры на вторые сутки дуют. Плюс снег пробрасывает. Судя по всему, арктическое вторжение на юг Сибири стали более мощными. Особенно такие ветры в феврале. Даже остановки подкачивают ветром. Вот это интересно. То есть такой вот сильный ветер у вас. Ну и Забайкаль. Самый сильный ветер, конечно, Забайкаль. В Монголии там задувает Улан-Батор. Вот в столице минус 25. Так, да, ничего. И все это вот сюда в сторону Китая. Ну ладно, давай теперь посмотрим пока Якутию. В Якутии у нас новые морозные новости. Заключаются они в том, что в Якутии у нас как бы достигнуто минус 60. Было на выходных. Причем это не только в одном Эмиконе. Вот это еще и в населенном пункте. Сейчас попробую найти название. Том Тор. Тоже Том Тор. Населенный пункт. И Делянкиров был минус 59,9. Ну то есть практически минус 60. Ну вот Егор Иникеев пишет Ура! Эмикон взял минус 60 все-таки. До этого минус 60 было в январе 2011 года. Почему-то он приводит 2011 год. Наверное, 2021 год. Именно, не знаю. Давайте почитаем, что пишет про это у нас Сергей Гуголев, который проживает в Якутии, напротив Якутска. Сегодня под утро понедельника во Эмиконе температура подкрадывается к отметке минус 60 градусов. И это, наверное, пик похолодания. А потом пойдет потепление во Эмиконе. А в центральных и восточных районах должно быть похолодание. От минус 48 до минус 55 градусов. Да, мы будем наблюдать, что сейчас происходит. Мы видим вот Якутске минус 37, в Хандыге минус 45. Вот такие вот температуры. Но вот сейчас антициклоны здесь вот на Зырянка минус 45, Средний Колымск минус 42, Сосуман минус 44, Уснера минус 47, В Магадане минус 21, В Охотске минус 26. То есть такие температуры довольно-таки бодрые. Хотя вот здесь вот два циклончика находятся рядом с Камчаткой. В Анадоре минус 22. Сразу заглянем на Чукотку. А в Петропавловске, Камчатском получается минус 9. Видно, что Охотское море, судя по всему, замерзает. Довольно-таки такой мощный ветерок. Дует со стороны Якутии. Поэтому холодно. Южно-Сахалинск минус 12, Хабаровск минус 8, Иуссурийск минус 2. Здесь с Японского моря видно такой поток теплого воздуха, который идет откуда-то тоже от экватора. Он подогревает и юго-западную Японию. Смотрите, Токио плюс 6, Синдай плюс 4, А в Осаке уже плюс 7. А в Кумамото плюс 11. То есть разница есть. И Пусан подогревается. В Пхеняне минус 2, а в Пусане плюс 5. Вот такие вот процессы происходят. Далее давайте посмотрим Китай. В Китае здесь у нас Южный пока держится успешно. Здесь плюсовые температуры в Чуцине плюс 8. Держится Индия пока что около 20 градусов. Никаких проблем нет. Индокитай, хотя Вьетнамный потихонечку начинает ощущаться прохлада. Переходим к Австралии. В Австралии, вы знаете, удивительные процессы. И в этом году вообще удивительно. Во-первых, мы смотрим постоянно, что южная часть Австралии, она никак не войдет в лето. Там все наблюдается прохлада. Плюс, вот почему-то вот этот факт не муссирует никакие средства массовой информации. Никакие эксперты не обсуждают. Вот такая вот новость. В Австралии зафиксирован абсолютно температурный минимум декабря и всего летнего периода. Ну, у них лето, декабрь, февраль. Воздух на станции Перри-Шервелли, это 1700 метров на Дурне-Моле, остыл до минус 7 градусов Цельсия, побив рекорд 17 февраля 1979 года. Во-первых, 1979 год, это малоледниковый период 20 века, наступление ледников в Европе, в других частях света. То есть, посмотрите газеты того времени, вы видите, что ледники наступали, и там делались прогнозы на полном серьезе, что как мы будем жить во льдах. Теперь мы видим, что этот рекорд, который был в 1979 году, он побит рекорд экстремум, минимальная температура морозная, минус 7 мороза летом. И ноль внимания на этот факт, ноль. То есть, никого это не интересует, ничего, все нормально, мы будем говорить, что все равно у нас все теплеет, и все прекрасно. Так, ладно, давай теперь переходим к Америке. Начнем мы с Аляски, Фэрбэнкс минус 11, Анкоридж 5 градусов, сюда доставка циклона откуда-то, с южных регионов тоже прошла, и видно, что сюда затягивает такой теплый воздух, поэтому Аляска пока подогревается, так же, как и Запад Канады. Но в центральной части мы видим, что спускается холодок сюда, и в Эдмонтоне минус 26, Калгари минус 18, Ванкувер пока держится плюс 4, Портлинн плюс 4, такая теплая зона. Также сюда вот поднимается в район Манитобы относительно теплый воздух, который идет вот отсюда с Мексиканского залива. А вот у Гудзонова залива уже все замерзло, здесь порядка минус 20 градусов, и Оттава замерзла, минус 7 в Торонто, минус 2 там снег выпал, в Торонто там, я смотрю, наблюдаю тоже за людьми, которые живут по востоку, и США здесь уже отрицательная температура, и видно, даже прохлада ощущается во Флориде, как ни странно. То есть пока вот у нас Техас более-менее поддерживает температуру такой плюс 18, плюс 13 градусов на севере. Ну вот эти штаты, которые вокруг Мексиканского залива более-менее хорошо себя чувствуют, и также со стороны Калифорнийского залива идет тепло в Аризону сюда, с тем же потоком воздуха, который связан с циклонами, которые находятся над Вайомингом и Колорадо. Вот Ольга Шаламов пишет из Техаса. «Алекс, спасибо вам за обзор. У нас тепло и пасмурно до обеда обычно. После обеда приходят резкие порыв ветра и разносят облака. Так уже несколько дней подряд. На следующую неделю ждем похолодание». Да, кстати, у нас-то примерно такая же погода зимой. То есть у нас в декабре и в январе у нас без разницы, что у нас на небе. То есть если циклон, то значит у нас облака и какие-то осадки связаны. Если антициклон, то у нас, допустим, где я живу, у нас, значит, туман спускается по долинам и все равно солнце не видно. И вот именно этот эффект сегодня. То есть там прогнозировали минус 1,0 сегодня, а по факту минус 6. И связано это с тем, что вот такой вот туманчик. Хотя там если подняться на холмы, наверх на горы, то можно подняться над этим туманом и посмотреть на солнце. Если есть желание, конечно. Так, в Бразилии ну тут вечное лето, в принципе все хорошо. Северная Аргентина тоже. А в Южной Аргентине, смотрите, так и прохладно. Здесь вот плюс 3 температуры, вот плюс 7, ну ушая плюс 6. То есть потихонечку здесь тоже прогревается, но пока что остается в прохладе. Южная Африка, все хорошо. Летняя погода и под Сахарой тоже все прекрасно у нас наблюдается. Так, давайте теперь посмотрим, что у нас, какие процессы ночью. Вы посмотрите, вся Европа замораживается, за исключением вот только Южной Франции, Испании, Португалии, Южной Италии, ну Греции. Вот видно, как все под морозом, да. И даже Восточная Европа, вот получается Прибалтика, Беларусь и Западная Украина тоже попадают в такой сектор прохлады. Вот. Давайте. Да, вот такой вот интересный новость пропустил. Из Якутии. В Якутии в минус 45 градусов состоялся легкоатлетический забег, где спортсменам пришлось бежать при температуре минус 45 градусов. И нашлось аж 74 любителя бега, которые участвовали в этом забеге. Представьте, какие люди. Так что мой забег там у меня был минус 6 наверху, ноль внизу. В общем-то, для такой адаптации, как у жителей Якутии, да, еще далеко развиваться. Так. Ну вот Закарпатской области Сергей Кириленко пишет ноль, пошел снежок сегодня. Алим Будаев пишет, в Нальчике минус 1, облачно-гололеется, гололедно-изморозевое отложение, туман. И, кстати, Роман Штурман пишет, кисловодск сегодня остыл до минус 8. Учитывая, что прогнозы давали минус 1, плюс 2, это была полная неожиданность. Видите? И причем до этого днем было плюс 9, а ночью состоялось минус 8, то есть утром. Видите, какие перепады сейчас наблюдаются температур. Просто колоссальные. Еще вот хотелось озвучить Вадима Гдвиглазова, который в Измаиле живет, и к ним пришла гроза, мощная со стороны Румынии. Выпало 11 мм осадков всего, и с начала года 163 мм. Ну хотя бы увлажнило, хотя бы теперь не климат, пустынь у них. Владимир Кацуба пишет, пригород Запорожье, плюс 6,5, давление 747 мм. Вчера дождь, сегодня дождь, завтра дождь. Но, чтобы вас поддержать, мы видим, что здесь уже холодок довольно-таки близко, и вот эта зона дождей потихонечку сужается, сужается, и поэтому на какое-то время похолодание придет, потом будет еще одна утепель, а потом пока еще неизвестно. Но посмотрим, мы будем наблюдать за развитием событий. Давайте глянем теперь на погоды вторника, что здесь будет интересного. Здесь, смотрите, по западу США, здесь будет холодок, циклон на великих равнинах, это надо понаблюдать, потому что циклон может быть опасный, и вынос тепла со стороны Мексиканского залива. А завтра днем, опять же, промерзшая Европа, и видно, вот о чем я говорю, что сужается вот эта зона, но она же и удлиняется, понимаете, удлиняется в сторону Белого моря, поэтому утепель поднимется сюда на север Восточной Европы, и вот здесь вот еще и циклончик, получается, от Южной Украины над Азовским морем, и он сюда выносит теплый воздух далеко на север, тоже работает по такой шестеренкой. Но в целом мы видим, что сейчас фаза потепления, как мы это видим, по Африке, смотрите, Саудовская Аравия прогрела, Индия неплохо себя чувствует, поэтому, несмотря ни на что, мы можем заключить, что сейчас на планете фаза потепления, кратковременная, на несколько дней. Так, давайте теперь посмотрим 21 декабря, что здесь будет? Здесь будет колдовое вторжение, Запад, Канады, великие равнины США, то есть США хорошо подморозятся, отогрев Европы, наконец-то, вы видите, наконец-то, Западная Европа, за счет циклонических явлений, поток опять откуда-то с экватора, немножко погреется, при этом в Восточной Европе здесь тоже будет циклончик, и сюда вот занесет такой теплый воздух, то есть, видите, в Восточной Европе вообще везет, везет сейчас, потому что то отсюда со стороны Черного моря идет тепло, то пойдет со стороны Балтики. Также у нас, смотрите, Фен наконец-то повернулся в сторону, повернется 21 числа в сторону Южной Сибири, где наступит оттепель, и на Чукотке здесь тоже циклоны, так что такие оптимистичные прогнозы у нас для Евразии, очень оптимистичны. Теперь посмотрим, давайте, где у нас сегодня возможны проблемы. Ну, в принципе, немножко снегопады на западе США, на Аляске, снегопады и основные проблемы, конечно, в Восточной Европе, немножко в Западной Сибири и на Дальнем Востоке. Накопление дождей, давайте посмотрим на ближайшие 5 дней. В основном, это Средиземное море и Восточная Европа, это Юго-Восток США и Юг Аляски, ну и Дальний Восток. Так, давайте теперь снег посмотрим, где. А снегопад у нас будет в Восточной Европе, преимущественно около Охотского моря, ну, побережье Тихого океана, скажем так, у нас в Северных Штатах, прям такая полоса и на Аляске. Ну, а с вами был Алекс, канал Белик Лабжи, отлично, выражение. Да? Продолжение следует...